На родной сцене голос звучит идеально, признается актер Андрей Белявский. Взрощенный в Самаре и любимый самарским зрителем, он все же покинул драматический театр в начале 2000-х и отправился покорять Москву. Публику решил брать тем, что умеет лучше всего – пением. Существование в мюзикле на сцене ничем не отличается от существования актера на сцене в драмтеатре, только одним. В какой-то момент ты должен почувствовать, что больше ты не можешь говорить. То есть это еще выше уровень желания и намерения что-то донести, и ты начинаешь вдруг петь. 20 лет на сцене – хороший повод отпраздновать. Как и все актеры, Андрею ближе этот вечер провести на сцене и выложиться по полной. Для самарского зрителя привез десятки песен из самых популярных мюзиклов, в которых исполнял главные роли. Здесь «Играф Орлов» и «Герцог» из «Ромео Джульетты» и, конечно, «Квазимода». Вот смотри, «Квазимода», у него вся правая сторона поражена пролечом, и у него вот эти все горбы. Это просто полностью, начиная от лица, гримом и горбами, делается такая штука, как будто здесь натягивается трос. И получается вот, вот из нормального человека, получается вообще вот, вот поза «Квазимода». В помощь коллеге и другу женской партии взяла на себя солистка Самарской филармонии Екатерина Михеева. Для певицы подобный опыт впервые, но он позволил дуэту спеться на 100%. Опытная, но эта сцена драмтеатра, на которой я давно уже мечтала выступить, мне была неподвластна. Вот теперь, наконец, я на нее попала. Тем более, это первый мой опыт исполнения именно мюзикльных произведений, отрывочков. Для меня это волнительно. От мюзикла к истории – это даже не песня, а исповедь актера перед самыми близкими, своими зрителями, которую требует только одного – быть честным и дарить эмоции. Мариана Мирная, Григорий Пешаков, События.